Современные автомобили, в том числе гибридные электрические, монтировкой и мультиметром ремонтировать уже не получится. Поэтому необходимо иметь много различного инструмента. А так как наша компания не только занимается ремонтом автомобилей и агрегатов, но еще и делает оборудованием для автосервисов, то мы поехали на выставку, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Выставка проходила во Франкфурте на Майне. Приветствую всех на канале. Вот это экспозиция нашей фирмы на выставке в Франкфурте на Майне. И здесь представлен Локи для ремонта и диагностики Тесел. Монитор строечки и МЦУ. И вот так вот подключен. Сейчас Локи в таком вот виде. В каждой такой коробочке лежит свой кабель. Он с названием. Для того, чтобы понимать, что куда подключать. Его сделали вот таким вот аккуратным и красивым. Стенд для проверки ремонта реек с электроусилителем. Вот установлена рейка, подключены кабеля. И к этому стенду идут различные кабеля для подключения к разным рейкам. И в нем есть встроен OBD разъем для того, чтобы можно было подключить диагностику. И прочитать коды ошибок и удалить коды ошибок на рейке. Либо перепрошить ее. Это стенд. Укороченная версия 800-го стенда. Он 12-канальный. И для того, чтобы можно было... Во-первых, он дешевле. Во-вторых, более компактный. Но, к сожалению, только 12 каналов. В гибридных батареях до... Ну, есть разные батареи. Но, в основном, это 28 элементов, 14 параллельных. 14 последовательных пар на Prius. Поэтому на этом стенде этого не сделать. Но кому-то, может быть, нравится вот такая вот версия. Это новый стенд, который для литий-ионных батарей. Есть такие же стенды у Outel, у Launch. Но они стоят... У Bosha есть, но они стоят на порядок дороже. Этот стенд только-только вышел. Вернее, это еще опытный образец. Который сейчас допиливается. Исправляются детские болезни. И вот уже прямо на выставке человек принес такую батарейку для того, чтобы ее... Ну, это стенд для проверки генераторов и стартеров. И вот это тоже стенд для проверки стартеров и генераторов. Кстати, он проверяет и 48-вольтовые генераторы. Стартер-генераторы. И есть еще вот такой вот тестер. Сейчас попытаюсь его подключить. И этот тестер для... Тоже для проверки различных генераторов. И в том числе и 48-вольтовых. Он, конечно, не дает нагрузку. Но запустить с помощью его можно. Естественно, тут он питается от пауэрбанка. Поэтому мощность здесь никакой не взять с него. Но, как минимум, проверить работает он или нет. На этом стенде можно. На этом тестере. Не стенде. Стенды у нас вот стоят. Один и второй. Стенд для проверки электрических компрессоров и кондиционеров. Это стенд для проверки и ремонта суппортов. И это фильтр, вернее, станция для промывки сажевых фильтров. Кстати говоря, если кому будет интересно, чем отличие вот этого стенда от 800-го, и для чего здесь убеди разъем, я попрошу главного инженера, чтобы он рассказал разницу. Как раз освободился Александр. И хочу попросить его, чтобы он рассказал, в чем все-таки отличие вот этого стенда 801 от 800-го. Ну, это у нас 800-А укороченная версия. Но в чем разница этого стенда и что вообще планируется делать на этом стенде? Ну, первоначально этот стенд мы разрабатывали для никелевых, никелинтал-дивидвильных батарей, Prius, Lexus и тому подобное. Основная сложность в этом, что нужно правильно найти 100% заряда по Delta-U и остановить его, не перезарядив, но и не дозарядив, для точного измерения покажения. С чем он справляется прекрасно? Функция лития тут была сделана уже в дополнение, ну, потому что он может. Естественно, топ 5 А, которого для никеля было достаточно, лития уже мало. В среднем модуле вот лифовские там от 60-70 А, тестовские 200 и более Ач. Поэтому время проверки на этом тестере очень длительное. Для этого мы сделали вот этот девайс, который сделан только для литийных модулей, напряжением до 60 В. Мы можем заряжать до 60 В стоком до 70 А, ограниченно двумя киловаттами. Внутри находится AC-10 преобразователь, двухкиловаттный, который рекуперирует назад всех. То есть мы не выделяем энергию в тепло, но из-за этого получили компактные размеры. И у нас есть 16 каналов для балансировки. То есть мы можем подключить литий-зелезопосфат 16С, а литий-ион 14С, потому что мы уже выходим за напряжение 60 В. Мы подключаем все вот это вот. И литовский модуль любой другой можно запроверять за пару часов полностью. Тестовский модуль за 8 часов за рабочий день. Также тут есть нагрузочка маленькая с током до 120 А, которая может нагружать от буквально одной ячейки до 60 В со стабильным током. Нагружаем мы очень быстро, потому что мощность при 60 В, 120 А это сколько? 6 кВт. Естественно, мы это делаем кратковременно, 200-300 мс и за миг замеряем падение напряжения на всех ячейках и меряем внутреннее сопротивление. Если мы видим разницу по внутреннему сопротивлению, мы уже можем судить, что одна из ячейк неисправна, даже не делая циклирование. Балансируем током 2 А и на заряд, и на разряд. То есть у нас тут одна кнопочка сделать хорошо. Она высчитывает срези напряжения по модулю и к этому усредненному одни заряжают, другие разряжают. Почему это важно? В некоторых модулях, не в этом, а допустим в Ионики 5, есть внутри платка с предохранителями. Эти предохранители бывают А, а бывают и 100-200 мА. То есть до балансировки мы не можем делать слишком большим. Да, этот кестер может 5 А, но вам приходится все равно балансировать с током предохранителя, не более. И за счет того, что он делает и заряд, и разряд одновременно, это ускоряет 2 раза. Также тут предусмотрели сигнал коннектор. Для чего он нужен? Во-первых, можно подключать датчики температуры, которые есть уже в модулях. И если мы будем проверять Model S или какие-то батареи mild-гибридные со своей BMS-кой, тут есть CAN, LIN, RS-485, UR. Мы можем общаться с BMS-кой и брать данные из нее. С mild-гибридными батареями планируем делать функции разлачивания, включения контакторов, чтобы можно было не разбирать, не проверять и так далее. То есть через этот стенд можно будет и разблокировать, если она была полностью разряжена? Мы знаем точно о проблемах, что такие имеются. Например, с Volvo. Если Volvo после ДТП не удалится из нее, крашить батарейки, то она работать не будет. Собственно, потому что в этом девайсе присутствовали и такие функции. Но это все чуть позже. Тестер обновляется через интернет. Поэтому сначала будет базовый функционал. Заряд, разряд, балансировка, внутреннее сопротивление. Это уже все готово. Ну и дальше мы будем дорабатывать протоколы и кабели для разного типа батареи. И, конечно же, будут специализированные кабели, потому что тут-то легко добраться. А вот в том же IONIKE 5 там разъем чуть очень маленький. И к раконичкам вы просто позамыкаете контакты и спалите предохранителем. Соответственно, у нас будут специализированные кабели разработаны, как и для другого всего нашего оборудования. При помощи которых все это будет делаться просто на инже. И просто заданных батареек. Саша, подскажи, пожалуйста, знаю, что на EPS-нике, вот на данном приборе, добавлено считывание удаления ошибок. А будет ли этот тестер поддерживать считывание ошибок? Да, конечно. Конечно, в DS-функции тоже будут. Но это все делается со временем. Изначально у нас есть убедительный разъем. То есть для тех батарей, которые имеют БМС, которую можно диагностировать, уже можно подключить Аутел и посчитать. Но со временем, если мы будем видеть, что это очень частая распространенная проблема, конечно, для удобства мы можем сделать функцию и внутри программы. А если это редкость какая-то, ну, можно и послушать, когда-нибудь подавок. А он обновляется по воздуху или необходимо через USB? Есть Linux-система, поприщается по Wi-Fi, есть LAN-порт Ethernet. Это обычный компьютер по базе Linux. То есть уже не надо будет флешку, качать прошивку и после этого перекидывать. Напомню, что это пока еще опытный экземпляр. И он сейчас тестируется для того, чтобы решить возникшие вопросы, которые могут быть. И после этого уже будет этот стенд продаваться. Поэтому, если что, оставлю данные, кому можно будет обратиться. И если кого-то интересует стоимость этого стенда, и когда он уже выйдет в продажу, можно будет созвониться и уточнить. Ну и, конечно, когда этот стенд уже будет полноценно работать, то, естественно, мы его себе возьмем для того, чтобы ремонтировать эти батарейки. И обязательно сделаю видео, как мы уже на нем работаем. Этот первый, устаёт сателлифт. О, отлично, супер. Когда поездит еще по минуту, я покажу, что вы видите. Все. Спасибо большое, Саш, за информацию. Потому что этот стенд пока что я, по сути, вижу впервые сам. Также на выставке встретил подобное оборудование от Бош, Аутель и Синкар. Удивительно похожи друг на друга. Напоминают мне современные автомобили, которые невозможно отличить друг от друга. И Бош делает стенд для проверки и балансировки модулей. И вот сейчас видно, что сама батарея балансируется. Судя по всему, здесь 12 каналов. Интересно, сколько стоит такой стенд. А это стенд для проверки герметичности модуля. Потекло или не потекло. Достаточно интересная конструкция. Но мне кажется, что не сильно дешево будет владеть такой установкой вакуумной. Или же компрессором, который будет нагнетать давление. Я так понимаю, что судя по тому, что есть low pressure и high pressure, то он как разряжает, так и... Вернее, как делает разряжение, так и делает давление. И, видимо, можно следить за графиком. Вообще, выставка очень большая. И обойти ее за один день просто нереально. Несмотря на то, что выставка была посвящена автосервису, китайцы все равно привезли немного электромобилей и гибридов. Если вам нравится видео, посвященное ремонту электромобилей и гибридов, то подпишитесь на канал, будет много интересного. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока. Продолжение следует...